Лето пролетело незаметно. На носу сентябрь, а это значит, что у многих российских семей на первое место выходит вопрос подготовки своих чад к новому учебному году. В какую сумму обойдется отправить детей в школу в 2022 году? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Цифры меняются в зависимости от пола и возраста ребенка. По данным Росстата, в этом году за набор первоклассника родители заплатят 22 298 рублей. Это на 2 700 больше, чем год назад. Набор первоклассницы тоже подорожал. 26 838 рублей против 24 тысяч в прошлом году. Но в 2021 трата родителей частично компенсировала государство. На каждого школьника семьи единовременно получили по 10 тысяч рублей. В этом году о массовых выплатах речь не идет. Родителям приходится выкручиваться самим. Конечно, все подорожало. Намного подорожало. Форма в два раза дороже стала. Все подорожало. Буквально. Сильно ощутимо. Дороже стало и заметно дороже стало с прошлого года. Ну, если взять, например, покупали блузку мы за 1100, в этом году она 1400. В том году еще какая-то помощь была от государства. Закупились и ни о чем не думаем, можно сказать. А в этом году прям весело. Страшно выходить. На поддержку сейчас могут рассчитывать только малообеспеченные семьи. К примеру, региональное министерство труда и соцзащиты закупает для них ранцы, канцелярию и наборы для творчества. Помощь носит заявительный характер. В этом году на эти цели из областного бюджета потратили более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, с апреля семьи с невысоким доходом могут рассчитывать на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. На сегодняшний день выплаты назначены уже на 69 тысяч детей нашего региона. И общая сумма выплат на сегодняшний день составляет 2,5 миллиарда рублей. И выплату эту получили почти 50 тысяч семей нашего региона. И выплата назначается в том случае, если средний душевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания. У нас в Саратовской области с 1 июня это 11 692 рубля. Доход учитывается за 12 месяцев, причем отчет этого периода осуществляется за 4 месяца до даты подачи заявления. Так, например, по заявлениям, поданным в августе, доход будет рассчитываться за период с апреля 2021 по март 2022. По заявлениям, поданным в сентябре, с мая 2021 по апрель 2022 года. От дохода семьи зависит и размер назначенной выплаты. Это может быть 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка, установленного в нашем регионе. В суммарном значении это 6087 рублей, 9130 рублей и 12174 рубля соответственно. Важно отметить, что по заявлениям, поданным в этом году до 1 октября, назначение выплаты осуществляется с 1 апреля. Но, соответственно, не ранее достижение ребенком восьми лет. Это означает, что в том случае, если гражданин подаст заявление в августе, то он получит выплату, начиная с апреля по август, за пять месяцев сразу. Заявление можно подать через портал государственных услуг, в клиентскую службу пенсионного фонда и в многофункциональный центр. Родители, конечно, рады любой помощи. Вот и магазины, что в сети, что в реальности, зазывают за покупками, предлагая различные скидки. Реальность, кстати, перекрывает расчеты Росстата, который не учитывает многие траты. Так, ведомство полагает, что первоклассник обойдется парой брюк, тремя сорочками, одним джемпером, двумя футболками, спортивным костюмом, летними туфлями, парой ботинок, кроссовками и пятью парами носок. С девочками чуть сложнее. Вместо брюк и сорочек первоклассницам положены пара платьев, три блузки, две юбки и три пары колготок. Далее, так же, как у мальчишек. К списку канцтоваров тоже имеются вопросы. К примеру, альбом для рисования посчитали, ну а где же краски? И всего четыре тетрадки, ну и так далее. Может, от того цифры статистики и не бьются с расходами родителей? Мне в 35 обошлось. Портфель вот очень дорогой вышел, канцелярия очень дорого подорожала. Ну, естественные вещи там очень дороговато стоят. Три тысяч двадцать точно. Без констоваров. А то есть двадцать тысяч это что? Возьмите, пожалуйста. Это форма, это обувь, это портфель и все. В районе семнадцать тысяч все обошлось. Ага. Осталось только обувь. Что дороже всего? Дороже всего рюкзак. В этом году очень дорого. Нам, слава богу, дали вот эти путинские пособия, которые, если прождественное минимум не превышает, ну, в общем, там какой-то, вот нам их оформили, дали. Поэтому, как бы, в этом году одеваемся спокойно. Если бы их не было, то, конечно, было бы очень тяжело. Приходилось бы с июня копить, чтобы одеть в августе в школе. Приобрела практически все уже, одели. Вот. Все одели. Абуля в школу собрали. В какую сумму обошлись? 50 тысяч рублей. Дороже всего, конечно же, одежда. Блузки, юбки, семенная одежда. Пока еще только начали. Тетрадочки прикупили, линейки прикупили. Пару цветной бумаги. Уже три тысячи нету. Ну, я молчу, что еще впереди спортивный костюм, школьная форма, обувь. Ну, в общем, это больная тема. Мы не в первом классе идем. У нас в основном форма есть. Портфель остался. Это мы докупаем. Ну, планируем. Еще сейчас на пару тысяч вот канцелярию возьмем. Докупим. Дом еще же все есть. Сколько я знаю, не как знакомых, а вообще людей, даже порой приходится кредиты брать, чтобы ребенка собрать в школу. От первого до пятого до девятого без разницы. Сейчас собрать ребенка в школу 30-40 тысяч надо. Купить ручки, тетрадки, какие-то спортивки. Цены же поднимаются на все. Поднимаются. Люди не успевают зарабатывать столько денег, сколько есть нужда. Не успевают, к сожалению. Так что кошельки родителей в канун первого сентября стремительно худеют. И это мы не берем гаджеты, без которых в наше время никуда. В общем, учеба – дело нужное и полезное, но еще и крайне затратное. Продолжение следует...